История пандемии коронавируса, к сожалению, продолжается. И в последнее время эпидемиологическая ситуация ухудшилась. Темы профилактики заболеваний и вакцинации вновь становятся очень актуальными. Заболеваемость, к сожалению, стала расти. То есть ковидных больных стало очень много. И настораживает нас то, что все-таки стали болеть больше дети детский возраст. И школьного возраста дети, и дошкольного возраста. Ну как бы знаем, что от любой инфекционного заболевания профилактика – это вакцина-профилактика. Значит, взрослое население у нас с 18 лет и старше прививается вакциной. Но, к сожалению, детской вакцины пока нет. С 15 до 17 лет вакцина уже изобретена, скажем так. Она прошла много стадий вот этой апробации. То есть она безвредная уже. Ну вот ждём мы, как бы поступит в области вакцина для детей с 15 до 17 лет. Ну и начнём мы прививаться. К сожалению, пока этой вакцины нет. Значит, настораживает тоже то, что как бы болеть люди стали больше. Ну в связи с тем, что праздники у нас новогодние здесь были, всё-таки люди ездили, отдыхали, и за границей были, и между собой общались. То есть заболеваемость сейчас, к сожалению, стала расти. Ну, отличие как бы омикрона от дельты. Омикрон, он распространяется очень быстро. То есть от одного больного человека, если в помещении, допустим, 10 человек, они между собой общаются, там, не знаю, отдыхают. Если один человек появился больной ковидной инфекцией, этим штаммом омикрон, то 9 из 10 обязательно заболеют быстро. То есть он распространяется с очень быстрым действием, скажем так. За сутки 9 человек могут быстро заболеть. Ну, везде пишут, что как бы омикрон пневмонии не даёт, но, к сожалению, пневмонии никуда не делись. И вот на рентген ковидных больных или людей больных с подозрением на пневмонию привозят. И пневмонии по снимочку, как бы вирусной этиологии, мы видим, что они всё-таки есть. Омикрон это или дельта, как бы, ну, у нас лаборатории нет, нам не определить, как бы, омикрон это или дельта. Всё-таки это Кострома делает ПЦР-методом, и они уже там смотрят, омикрон это или это дельта, какой-то другой вирус, разновидность. Но пока, как бы, нету таких данных, что в Костромской области у нас есть больные омикроны. По крайней мере, я не слышала. Может быть, сейчас реактивы появятся такие чувствительные, которые будут именно интерпретировать вид вируса. Сейчас пока, как бы, этого нету. Ну и омикрон распространяется быстро очень. И всё-таки вакцина-профилактика является одним из главных, как бы, профилактик инфекционного отделения. Вакцина у нас есть в наличии не вся, но гам-ковид-вак, вот спутник ВИ по-другому называется, есть такая вакцина, есть вакцина эпи-вак. Она, как бы, убитая из убитого вируса, сделаны, как бы, частички убитые, и вот эта вакцина, скажем так, сделана. Гам-ковид-вак, она нады на вирусе, то есть она, скажем так, на полуживом таком вирусе. Двухкомпонентная. Эпи-вак, она убитая, она тоже двухкомпонентная. И кови-вак. Кови-вак — это вообще искусственно созданная вакцина. Она тоже двухкомпонентная. Раньше спутник Лайт был, это однокомпонентная вакцина. Она хороша для тех, кто болел ковида, то есть официально подтверждено, ПЦР был плюс для ревакцинации. И для ревакцинации она подходит, то есть когда люди прививались двукратно какой-то вакциной и однократно на ревакцинацию. Но, к сожалению, Лайта пока у нас нет. То есть ждём, придёт. Он, конечно, для людей удобнее однократно прийти и привиться. У нас в субботу и воскресенье выезд в Сбербанк. То есть объявление всегда, Бузька ЦРБ в средства массовой информации выставляет, объявление, что в субботу с 9 до 12, и в воскресенье с 9 до 12 можно прийти и привиться в Сбербанке. То есть там сильно такой очереди нет, в порядке очереди друг за дружком быстро всё это идёт. Как бы ажиотажа такого нет. Но, естественно, с собой нужны документы. Паспорт, полис и СНИЛС. Ну, ещё раз призываю всех, пожалуйста, привиться. Люди уже кто-то идут, делают ревакцинацию через 6 месяцев. К сожалению, больных много становится. Как бы в наших руках всё это остановить. И когда вот у нас отделение ковидное было открыто, всё равно статистика такая у нас уже получилась и наработалась, что люди, которые привиты от ковида, они болеют легче. То есть понятно, что вирус всё равно изменяется, чуть-чуть мутирует и попадает в организм человека и вызывает заболевание. Но те люди, которые привиты, они болеют легче. У них меньше осложнений, и они быстрее поправляются. Иногда бывает в лёгкой форме переносят. А те люди, к сожалению, которые не привиты, у которых есть ещё хронические заболевания, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, бывают люди и после инсультов, после инфарктов. То есть они, если не привиты, то для них ковидное течение вот этой болезни может осложниться очень тяжёлыми, сильными пневмониями с большим поражением лёгких, и, к сожалению, смерти были. То есть сейчас у нас ковидное отделение закрыто. С подозрением на пневмонии и на ковид, осложнённой пневмониями, у нас взрослое население госпитализируется в окружную больницу номер 2, а детское население в областную и детскую больницу. Доктора изучают симптомы различных штаммов вируса и призывают буявлян соблюдать меры профилактики, а в случае заболевания обращаться к врачу, чтобы поставить точный диагноз и назначить правильное лечение. Омикрон-то характерных особенностей таких не даёт, что раньше, когда ковидом заболели люди, и в основном это штамм дельта был, это была потеря боняния, потеря вкуса, слабость, сломота. То сейчас омикрон может как обыкновенно у РВИ протекать. То есть небольшая слабость, вроде как першение в горле, вроде как сопельки, вроде как насморка нет. Но при любых проявлениях у РВИ взрослые и сами на себя, и на детей, всё-таки вызывать нужно доктора, педиатра, терапевта или скорую, для того, чтобы взять мазочек и посмотреть, что это такое. Это обыкновенно у РВИ, грипп. Всё-таки сезон такой, что и у РВИ, и грипп. Сейчас у нас как бы вирусы, они циркулируют. Или это всё-таки действительно ковидное течение такой вот болезни. Если как бы человек привит, и если иммунитет у него изначально как бы хороший, то он может и в лёгкой форме, и даже не почувствовать, что он заболел. Ну может как небольшая какая-то слабость, может быть першение в горле. Как бы не придать этому значения. А есть люди, которые с высокой температурой болеют и 38, и 39, и сразу кашель, с мокротой, с трудно отделяемой, и слабость такая, что с кровати не встать. То есть все болеют по-разному. А для того, чтобы заболевание переносилось легче, самый эффективный способ добиться этого – прививка. Вот так потихонечку люди идут. Но в основном, конечно, идут уже на ревакцинацию. То есть люди, которые сознательно прививались, 6 месяцев уже прошёл, кто-то поправился от ковидной инфекции, 6 месяцев прошёл после заболевания. То есть они идут ревакцинироваться. В основном люди на ревакцинацию идут. Для формирования коллективного иммунитета граждане должны прививаться. Вакцинация в бой доступна гражданам и в будние дни, и выходные. Люди продолжают вакцинироваться. Надежда, скажите, пожалуйста, вы первую прививку делаете? Я делаю первую прививку. Почему вы решили всё-таки делать прививку? Я болела. У меня было, значит, я лежала в Костроме в больнице. И после, вот сейчас уже прошёл период, уже мне нужно делать прививку. Я иду делать прививку, чтобы не болеть больше, и чтобы других не заражать, близких. Скажите, пожалуйста, ваши близкие переболели? Переболели, да. У меня и муж болел, мы с ним вместе лежали в больнице в Костроме. Тяжело? Нет, не очень тяжело, но всё равно лежали, лечились. Что посоветуете людям другим? Я посоветую, чтобы все прививались, чтобы все делали прививки, чтобы все были здоровые.